Всем большой привет! Добро пожаловать на мой YouTube канал моим подписчикам и тем людям новеньким, которые ко мне только заглянули. Меня можно поздравить с двумя тысячами подписчиков. Не то, чтобы они прям тяжело даются. В последнее время я снимаю очень много роликов, поэтому подписчики идут и идут и идут. Сегодня мы поговорим с вами на тему, очень волнующую вообще всех родителей, потому что любой ребенок рано или поздно либо ляжет, либо будет сидеть в коляске. Коляска очень необходимая вещь абсолютно для любых родителей и абсолютно для любого ребенка. Я даже не знаю, есть вообще такие люди, которые никогда не пользовались коляской. Скорее всего, таких нет. И эта тема коснулась, конечно же, и меня, и моего мужа тоже, потому что мы тоже очень скоро станем родителями. Эту тему мы обсуждали, именно тему коляски, выбора коляски с января месяца, где-то начиная после 22 моих недель. Я начала смотреть различные обзоры, ролики на тему колясок. И в тот момент, еще не понимая, что нам на самом деле нужно, я вбила себе в голову, что нам нужна Annex, вот эта вот Air Type. Сделала именно бежевую цветом, и чтобы была серебристая рама. Она, конечно, не дешевая, хоть и считается не самым дорогим сегментом, но на самом деле коляска достаточно дорогая. В итоге мы с мужем спорили, спорили, поехали в магазин, я ее покатала, поняла, что она настолько тяжелая, она настолько неподъемная. Такую коляску, я считаю, нужно покупать только тем, кто живет в частном доме, либо на первом этаже, чтобы две ступеньки проехал и спокойно поехал дальше. Несмотря на то, что я пересмотрела кучу роликов на YouTube, кучу обзоров, кучу статей перечитала, на форумах сидела, я изучала вообще все касаемо темы колясок. Потому что, когда ты первый раз становишься родителем, ты полный ноль в любой теме, что связано с детьми, будь то коляской, кроваткой, там, не знаю, что угодно вообще. Во всем полный ноль, поэтому нужно было изучать все доступные источники, и вот этим я именно и занималась, наверное, месяца два. И вот в тот момент, когда мы поехали покатать вот эту вот Анекс, огромную коляску с этой огромной люлькой, консультант в магазине, у которой трое детей, дала очень правильный совет, о котором я сама даже не додумалась, и который нигде не был прописанным. Ни в каком YouTube ролике, ни в каких форумах, ни в каких статьях об этом никто не говорит. Но, с одной стороны, понятно, потому что это в плане маркетинга было бы невыгодно. В общем, лайфхак какой. Я рожаю в мае, уже, наверное, может быть, через недельки-две я уже даже рожу. И покупать на лето коляску с люлькой, в которой ребенок будет лежать и париться, нет смысла, при том, что эта люлька нам только на три месяца. Люльку, ладно, покупать можно, когда вы рожаете холодной осенью, холодной весной, либо зимой, потому что ребеночек маленький, и чтобы там его все полностью закрыть, и чтобы его нигде не продувало, тогда есть смысл покупать люльку. Мне рожать в мае. И она такая говорит, зачем вам люлька? Купите, говорит, прогулку, у которой опускается спинка на 180, либо 175 градусов. Туда ложится матрасик, и все. Новорожденный ребенок абсолютно комфортно себя будет чувствовать. Именно после беседы с консультантом мы с мужем вышли оттуда с мыслью, что нам нужно опять-таки все изучить, все пересмотреть. И не поверите, когда я начала искать именно прогулку для новорожденных, которая подходит, на эту тему было, может быть, только два или три ролика на ютубе. Даже два, три, навряд ли. Три, скорее всего, там просто где-то мелькнуло слово про прогулку и новорожденный, и все, и то они были не уверены в том, что они говорят. Основные несколько пунктов, которые нам нужно было следовать при выборе коляски, во-первых, это ее вес. Потому что мы живем на седьмом этаже, и у нас периодически ломается лифт. Гулять я часто буду и одна, и часто будет муж один гулять. И представьте, тащить огромную люльку с малышом с седьмого этажа, а потом обратно наверх. А если еще рядом бежит моя собака, я даже представить себе это боюсь, это вообще ужас полнейший. Второе, это чтобы была прогулка, которая подходит и для новорожденного ребенка тоже. Третий пункт, это само собой амортизация, чтобы его там не колбасило, потому что какие бы у нас не были хорошие тротуары, местами они бывают плохие. Следующий пункт, это ее компактность. Нам нужно, чтобы она обязательно складывалась, потому что у нас двухкомнатная квартира, у нас небольшой коридор, у нас нет кладовки, и у нас небольшой тамбур, на две квартиры. Там нет места для того, чтобы там что-то хранить, тем более коляску. Еще один пункт, это само собой она должна быть стильной, она должна быть красивой, она должна выглядеть как очень красивая коляска. Все красивые коляски равно брендовые коляски и равно высокий ценник. После того, как с Анексом мы все-таки решили, что стоп, нет, такая коляска нам не подходит, перешла на Cybex, Cybex Barrios S. Я думала, мы купим ее, уже были настроены ее купить, но тут вырос курс, и эта коляска подорожала где-то, наверное, на процентов 80. И сразу же было понятно, что ее покупать не будем. Еще один момент, который был для меня обязателен, это ее цвет. Я зациклилась именно на черном цвете. После той бежевой Анекс, которая была слишком тяжелой, у меня, видимо, появилась какая-то психологическая равнодушие к этому бежевому цвету, именно к бежевому коляскому, и уже после этого я зациклилась именно на черном цвете коляски. Она просто настолько универсальная, ко всему подходит, к любому стилю одежды, потому что в любом случае всегда есть какие-то черные детали, плюс она круто выглядит, и черный цвет – это просто классика. Это просто классика. И после всех вот этих вот обзоров я уже, знаете, последние месяцы я уже все сайты перерыла, я уже столько колясок пересмотрела, меня уже просто от слова «коляска» становилось плохо. Я уже была готова купить просто какую-нибудь коляску, чтобы мы просто ее уже взяли, домой принесли, поставили, и все, и выдохнуть на этом моменте. И не поверите, когда я психологически уже была готова на любую коляску, появилась она. Анекс Эй Рузетт. Это звучит как реклама, но она реально шикарная. Коляска оказывается новая, вышла она в конце прошлого года, либо начало этого года, я так и не разобралась, потому что на сайтах везде разная информация пишется. И в общем, когда я начала про нее смотреть, на ютубе роликов про нее практически нет, там от магазинов 2-3 ролика от силы, и все, обзоров тем более никаких нет. Видела пару фотографий, отзывов в инстаграме, на сайтах, где продается в магазинах, и в принципе все. Потом нашла у нас в городе, в одном магазине продается такая же коляска, только другого цвета, она была зеленого, а нам нужно черную. И муж, когда вернулся с командировки, я говорю, все, поехали, нужно посмотреть. Мы поехали, посмотрели, покатали, нам ее разобрали, пересоединили капор, матрасик, чтобы это сделать, из прогулки люльку. Я на все это посмотрела, покатала, подержала, и поняла, что все, это любовь. Это любовь с первого взгляда, вот честное слово. Я когда ее на фотографии еще увидела, именно в черном цвете, как выглядит эта люлька, она очень похожа на коляску Baby Zen Yo-Yo, но Baby Zen Yo-Yo мне не особо нравится. Она все-таки как-то сложновато там в складывании, как-то у нее все по-другому. Плюс еще я читала кучу отзывов, то, что они со временем у некоторых людей начинают скрипеть, жужжать по-всякому, хотя стоит она вообще таких прям нормальных денег, как та же Annex, как-то тот же Cybox, например. Сразу же после магазина пошли в КПС-серию и заказали ее через интернет, именно в черном цвете, чтобы нам привезли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основные плюсы этой коляски, как я перечисляла все пункты, которые нам нужны, вес, амортизация и прочее-прочее. В общем, она весит 6 килограмм. Всего лишь 6 килограмм, представляете? Я даже беременная могу спокойно ее поднять, потому что я тренируюсь в зале, для чего мне. Но сейчас, конечно, я этого уже не делаю, в 9-й месяц все-таки. В общем, она очень легкая, всего лишь 6 килограмм. То есть даже если у нас ломается лифт, я спокойно седьмого этажа в одной руке колясочка, в другой руке малыш, смогу спуститься, одной рукой ее разложить и положить малыша в коляску. Все будет очень-очень просто. Второй ее плюс, ее размеры в сложенном виде. Они проходят в некоторые самолеты даже как ручная кладь. Не во все, конечно, самолеты, но вот крупногабаритные самолеты 100% проходят, потому что я про это уже читала. Наши самолетики, которые летают по Казахстану, в них он, конечно, не проходит как ручная кладь. Плюс у этой коляски амортизация на 4 колесах. Хоть они, конечно, и маленькие, это минус, но тут, извините меня, нужно выбирать из двух зол, как говорится, меньше. Либо ты хочешь, чтобы у тебя коляска была проходимая с огромными колесами, но она будет весить больше 10 килограмм по-любому. Либо ты хочешь компактную, легко складываемую и легкую коляску, но с небольшими колесиками. Поэтому либо так, либо так. Не бывает, что вот эти вот две функции были равны и легкой, и с большими колесами. Такого не бывает. Поэтому из этого пришлось нам выбрать все-таки полегче коляску, но с небольшими колесиками. Да, возможно, зимой будут проблемы с проездом, но мы живем в таком районе, где снег, который выпадает с угробами, обычно в этот же день сразу вычищает. А я сомневаюсь, что я буду гулять по несколько раз в день зимой с маленьким ребенком. Скорее всего, это будет происходить каждый день, но именно в тот момент, когда на улице будет чуть-чуть потеплее, чуть-чуть почище, посуше. И, пожалуй, самое-самое крутое в этой коляске, это то, что она из прогулки делается люлькой. Такой красивой, симпатичной люлькой. Единственный момент, который нужно учесть при выборе данной коляски, про которую сегодняшний ролик, это ее ручка. Она не регулируется, и мне кажется, что людям выше 180 ростом будет она низковата. У меня рост 155, у мужа 170. И, глядя на видео, вы видите, что ему, что мне абсолютно комфортно катать эту коляску. И к нашему росту она подходит. Даже если я буду наклоняться к малышу, все равно моя спина не сломается, нигде ничего у меня не заклинит, и все будет абсолютно комфортно. Я уже тренировалась. И, пожалуй, последнее, о чем мне сегодня в этом ролике хотелось бы упомянуть, это комплектующие к данной коляске. Мы знаем, что у любого бренда, именно известного бренда, все комплектующие стоят дорого. К примеру, взять тот же подстаканник. Подстаканник Annex стоит, когда в последний раз я его видела в наличии на Каспии, 12-15 тысяч тенге он стоил. Извините меня отдавать за кусок пластика, просто с надписью Annex почти 15 тысяч, как-то мне немножко жалко, если честно. Плюс москитная сетка тоже стоит где-то 10-13 тысяч, там в зависимости от магазина. Дальше идет у нас матрасик. Матрасики, насколько я знаю, даже их и нет. Есть вкладыши, но вкладыши это слишком жарко для лета. Я купила в матрасе. Еще дождевик, но дождевик мы пока не стали покупать. У нас, в принципе, сезон дождей начинается в июле, и думаю, к тому времени мы уже решили, нужно нам или нет. Да и, в принципе, кто в дождь гуляет. У нас обычно, если гуляешь, куда-нибудь по дереву спрячешься, чтобы не намочилась коляска. В общем, решим потом. И я нашла отличный выход, чтобы не тратить такие деньги на все эти комплектующие, потому что если все это вместе посчитать, то там выйдет тысяч на 50-60 еще дополнительно к сумме коляски. Все комплектующие я все-таки решила, что мы закажем сварберс. Я нашла там подстаканник за около 6 тысяч деньги. Из всех, что я там видела, он более-менее качественный, на него хорошие отзывы, он универсальный, подходит к любой коляске, его даже можно прицепить на велосипед, на самокат, вообще куда хотите прицепите, будет абсолютно удобный и комфортный. Также москитную сетку тоже купили на Wildberries, выбрали с резинкой, потому что она является универсальной, данная москитная сетка, и подойдет тоже к любой коляске. На эту москитную сетку я ссылку оставляю под описанием к этому видео. Очень-очень много комментариев и фотоотзывов на Wildberries, поэтому вы, я думаю, в любом случае найдете фотоотзывы ту коляску, которую вы собираетесь купить или которая у вас уже есть, и под нее сможете купить эту же москитную сетку, которая стоит вообще копейки. И третья покупка комплектующая к данной коляске, это был матрасик для новорожденных. Такой матрасик, который я выбрала, обычно ложится в люльку, но так как наша коляска по размеру идентична люльке, лег прям идеально, как нужно, как я и хотела. Единственный момент был выбор у меня либо кокосовое наполнение матрасика, либо вот такое вот обычное там поролон, синтепон, я не помню, какая-то штука называется. Не стала выбирать кокос, потому что кокосовый матрасик нельзя складывать. А данный матрасик, который мы купили, его складывать можно, потому что мне хотелось, чтобы я могла эту коляску сложить вместе с матрасиком. Мне было важно, чтобы я, например, приехала на этаж, взяла малыша из коляски, сложила вот это вот все дело вместе с матрасиком и поставила как чемоданчик сбоку возле коврика, именно на входе в квартиру уже. Пожалуй, это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я вам желаю удачного выбора вашей коляски, вашей индивидуальной коляски. Желаю, чтобы вы не ошиблись в своем выборе и не пожалели о нем, потому что я все-таки считаю, что идеальной коляски для всех просто не существует. Их сейчас настолько много, что можно просто, не знаю, наверное, всю жизнь перебирать все эти коляски, рожать и рожать, чтобы под каждого ребенка были разные коляски под разный возраст и так далее. Поэтому в любом случае, даже если вы ошибетесь, эту коляску можно будет продать, купить новую, опять что-то проверить, но прежде, конечно, лучше все-таки все изучить и выбрать самую подходящую именно для вас. Я буду очень рада, если данный ролик был для вас полезен и благодаря ему вы приблизитесь к своей цели, выберите именно ту коляску, которую вы хотели, которая вам подходит. Возможно, это будет Annex Air Z, возможно, это будет другая какая-то коляска. В общем, я вам желаю удачных выборов, удачных, выгодных покупок. И если этот ролик был для вас полезен и интересен, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, какой коляской пользовались вы, какую вы все-таки решили купить. Мне просто очень интересно, потому что я все коляски, мне кажется, уже наизусть просто знаю, чем они отличаются и прочее, прочее, прочее. Уже сама могу их продавать спокойно. В общем, обязательно подписывайтесь. Это не последний ролик про материнство, беременность и так далее. У меня еще есть плейлисты про уют, про цветы. Сейчас вы заметили, что у меня ролики выходят очень часто. Я буду стараться продолжать все делать в том же темпе. Возможно, когда я рожу, я немножко пропаду на пару недель, но ничего страшного, вы меня ждите. Я обязательно вернусь. В общем, всем пока-пока!